Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева-Черкесия. Смотрите сегодня в выпуске. В Карачаево-Черкесии ситуация с острой кишечной инфекцией стабильная. Сегодня об этом съемочной группе Вестей рассказал врач-инфекционист. Есть такая профессия – родину защищать. Альберт Джадоев из Усть-Джигуты не жалеет о когда-то выбранном пути. Сегодня является участником СВО. Дружба народов Северного Кавказа. В Черкесске стартовал седьмой этап многодневной гонки по велосипедному спорту, участие в котором принимают 107 спортсменов. Репортаж Вестей о 9-летнем Шукурику Лиеве, который занимается кикбоксингом, каких результатов достиг, какие высоты планирует брать. В год педагога и наставника с 18 сентября по 24 в Карачаево-Черкесии пройдет финал Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» на базе гимназии номер 19 «Черкеска». Рашид Тимрезов выразил благодарность министру просвещения России Сергею Кравцову за то, что поддержал инициативу проведения заключительного этапа конкурса в гостеприимной многонациональной республике. 72 учителя родного языка и родной литературы со всех уголков нашей страны будут претендовать на звание лучшего в своей профессии. Основной целью конкурса является поддержка учителей родного языка и родной литературы, распространение передового опыта преподавания этих предметов. Пусть этот конкурс станет стимулом к новым победам во благо нашей общей родины – России. Надеюсь, что Карачаево-Черкесия удивит вас своей природой, достопримечательностями, гостеприимством и подарит незабываемые впечатления. С такими словами обратился к конкурсантам глава республики Рашид Тимрезов. Эпидемиологическая обстановка стабилизировалась. Сегодня ситуации с заболеваемостью острой кишечной инфекцией в Карачаево-Черкесии рассказала врач-инфекционист Людмила Артищева. На сегодняшний день под наблюдением медиков в инфекционной больнице в Черкесии находятся 29 детей и 9 взрослых. Все пациенты идут на поправку. Также доктор рассказал о том, как обезопасить себя в период заболеваний. Это прежде всего соблюдение правил личной гигиены. Количество заболевших и обратившихся за медицинской помощью с августа по середину сентября в 2022 и 2023 году отличается всего на одного человека. То есть, в принципе, это обычная ситуация с сезонным подъемом острых кишечных инфекций. С изменением климата, похолоданием, в общем-то, кишечные инфекции, они сами сойдут на нет. Во всяком случае, сейчас уже поток обратившихся как за консультацией, так и за госпитализацией практически сократился. Все кишечные инфекции — это болезни грязных рук. Прежде всего, нужно мыть руки как можно чаще. В общем-то, это не только после посещения каких-то санитарных комнат, но и также по приходу домой. Это мытье фруктов обязательно, мытье овощей. Жителю Джигуты Альберт Джадоев достойно защищает отчизну, находясь в зоне специальной военной операции. Совсем недавно он вернулся в родные края. Альберт Джадоев проходит военную службу по контракту. В гостях у бойца побывал и Алихан Лепшоков. Для матери возвращение родного сына из зоны СВО является особым событием. С особым переживанием Айша Джадоева провожала своих двух сыновей на спецоперацию, а сегодня она с гордостью и радостью встречает их. Сама она отмечает, что с пониманием отнеслась к сложившейся ситуации и поддерживать их выбранный путь. Молимся, переживаем, поддерживаем. Конечно, надо поддерживать, поддерживаем. Наша поддержка им сейчас силы дает. В эти дни в семье Джадоевых праздник. Погостить в родной дом приехал старший сын Альберт. Военнослужащий отмечает, что ни разу не пожалел о выбранном пути защитника родины. Еще в 2016 году Альберт Джадоев проходил военную службу по контракту. А когда началась специальная военная операция, он не задумываясь, взяв автомат в руки, отправился в зону СВО. Это моя работа, я эту специальность выбрал. И рано или поздно, когда придет время, надо свой функционал выполнять. Я отцу объяснил, отец был не против, он меня понял, объяснил дома матери, успокоил. Находясь на передовой, Альберт Джадоев своими глазами увидел ту жестокость и несправедливость в отношении жителей Донбасса от украинских неонацистов. Он еще больше утвердился в правильности принятого им решения. И как истинный воин встал на защиту мирного населения. Чтобы вы понимали, даже к своим соотечественникам, то есть к старике, бабушке, у них отношение совсем другое. Когда ты это все видишь, к тебе приходит понимание, что это все неспроста, что реально есть проблема и реально надо эту проблему решать. Альберт Джадоев отмечает, что наблюдал, насколько может быть лживая западная пропаганда, когда многие преступления украинских неонацистов просто скрываются от глаз обычного обывателя. Но Альберт сам был свидетелем, как те же ракеты со стороны противника просто попадали в местонахождение обычных граждан. Какой-то населенный пункт. У нас выявление конкретной цели, осмотр, вот как мы работаем, осмотр, наблюдение, наблюдаем. И когда мы видим, что в зоне поражения нет никакого мирного населения, мы тогда уже начинаем работать. А у них нет такого, потому что у них все наоборот. То есть любой дом, который есть по улице, грубо говоря, они не смотрят, есть там военный или мирный. То есть они ложат все дома. Служба военнослужащего проходит непросто, а тем, кто ждет их дома, еще сложнее. Важно отметить, что по поручению главы Карачаева Черкесии Рашида Темрезова, семьям, находящихся в зоне СВО, оказывается всесторонняя помощь. Я был сам свидетелем. Недавно приходили люди, которые этим занимаются, спрашивали, что нам нужно, чем помочь, как помочь. Также участникам спецоперации отправляют гуманитарные грузы, собранные единым штабом под эгидой главы республики. Порой кажется, что как будто дома, потому что отправляют здесь женщины, отправляют наших народных, а Иран отправляют. В этом плане огромное спасибо всем, кто нас поддерживает. Мы это ценим, мы это видим, знаем и благодарим вас за это. Особенно приятно читать военнослужащим письма детей, полученные вместе с гуманитарным грузом. В основном у нас, если у нас блиндаж, то эти письма мы развешиваем в блиндажах, на стенке. То есть смотрим, читаем, по возможности отвечаем каждому. А касаемо денежного довольства, сам Альберт Джаттоев отмечает, что он получает все положенные ему выплаты. На данный момент, насколько я знаю, минимальная зарплата, это чтобы у человека был рядовой, и у него была самая низкая тарифная сетка, он получает 204 и выше, ну не меньше. Безусловно, все наши солдаты сражаются не за денежные выплаты, а за мир и благополучие нашего государства. За наш братский народ, который там есть, и за свою безопасность, за безопасность нашей страны, потому что если мы не будем защищать безопасность там, то придется нам защищать ее тут. Альберт Джаттоев, как и многие наши ребята, которые находятся на передовой, выбрал доблестный путь. Это путь защиты нашего Отечества. И эту дорогу может выбрать каждый, кому не безразличны судьба России, заключив контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Алихан Лепшоков, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 8-10, а днем 23-25 градусов тепла. Сегодня в столице Карачаева-Черкесии стартовал седьмой этап многодневной велогонки «Дружба народов Северного Кавказа». В соревнованиях участвуют более сотни спортсменов из 24 регионов России, а также из Белоруссии и Объединенных Арабских Эмиратов. Трассы пролегают по дорогам четырех республик СКФО и по Адыгеи. В Карачаево-Черкесии лучшим шоссейным велогонщикам предстоит не только состязаться на скорость и выносливость, но и увидеть уникальные горные пейзажи Домбая и Архыза. Как говорят все, кто имеет отношение к отечественному велоспорту, «Дружба народов Северного Кавказа» — это не только настоящий праздник, но и возможность популяризировать этот вид спорта среди еще большего числа людей. 16 сентября велогонка завершится в Майкопе. Что значит для Карачаево-Черкесии проведение участия в статусе хозяев одного из этапов такого состязания важного? Для нашей республики это колоссальный импульс для развития этого вида спорта, для популяризации этого вида спорта, вообще для популяризации здорового образа жизни. Эти мероприятия призваны именно, чтобы молодежь, подрастающее поколение равнялись на чемпионов, на спортсменов, чтобы приобщались к этому движению велосипедному. Я в первую очередь хотел бы выразить слова благодарности главе республики, а также министру спорта и всем сотрудникам ГИБД, ОВД, скорых помощи, которые обеспечивают нам по всему маршруту безопасность. Это самое главное для спортсменов. Второе, что мы должны организовывать такие турниры с целью популяризации субъектов. Почему-то мы все смотрим только зарубежные турниры, а свой, который не уступает по красоте инфраструктуры, по природным ресурсам, которые здесь располагают, мы не освещаем. Поэтому наша задача, как можно больше проводить таких турниров, естественно, с участием телевизора. Каждый родитель хочет видеть своего ребенка достойным человеком, и чтобы он рос здоровым. По этим причинам принимают решение отдать свое чадо заниматься спортом. Мальчиков чаще всего отдают в секцию боевых искусств. Как семья Кулиевых и поступила. Никто об этом не жалеет. Какую пользу принес спорт для их сына и какие успехи, расскажет Альбина Ламкова. У меня 11 медалей, 8 первых и 2 вторых. Знакомьтесь, это Шикур Кулиев. Ему 9 лет и 4 года. Из них тренируются мастерству кикбоксинга. В начале занятия проводились в игровой форме, были направлены на укрепление организма. Затем, ближе к 7 годам, начались серьезные упражнения. Шикур рад, что его родители отдали его на кикбоксинг. Этот вид боевых искусств сочетает в себе разнообразные техники тхэквондо, карате и бокса. Разрешены удары ногами и руками, которые запрещены в боксе. Кикбоксинг для активных детей, стремящихся к самоутверждению, какими является Шикур. Поэтому из множества вариантов секции решили отдать выбор кикбоксингу, рассказывает его мама Хусния. Еще она признательна тренеру сына Мурату Талибову за большую работу и наставление, которые он вкладывает в ее ребенка. Я не ожидала, что в будущем у него много победы будет, на удачи. Что я могу еще сказать. Вы сами родом и не из нашей республики. Откуда вы приехали? Мы приехали очень давно в Азербайджане. Мои дети все здесь родились. Боевые искусства развивают силу, скорость, координацию движений и ловкость. На тренировках ребенок закаляется, получает навыки самозащиты. Еще у детей развиваются такие важные качества личности, как дисциплинированность, целеустремленность, воля к победе. Ребенок, который посещает секцию по боевым искусствам, учится достойно справляться с неудачами и ставит новые цели. Эти качества помогают во всех направлениях жизни. Шикур, скажи, а как ты занимаешься в школе? Нравится ли тебе учеба? Нравится. Столько не нравится просыпаться с утра. А какой твой любимый предмет? Математика. Никита Меркулов считается его старшим наставником. Он неоднократный победитель турниров по кикбоксингу. Никита уже выполнил норматив мастера спорта России. Все же спорту надо отдавать все время, надо жертвовать. Либо ты в учебе хорош, либо ты в спорте. Там и там не получится. А дальнейшие планы. Сейчас вот мне исполнилось 18 лет. Я перехожу в возрастную категорию. Вот сейчас мы поедем на Кубок Кавказа 25 августа. Там будут мои первые соревнования во взрослой мужской категории. Говоря о Шукуре, Никита похвалил мальчика и сказал, что он подает надежды на успехи в будущем. Если проявит большое трудолюбие и упорство в спорте. Шукур один из самых старательных учеников из группы. У него все получается. На соревнованиях он показывает хорошие результаты. Если он продолжит в таком же темпе, не забросит, я думаю, он достигнет таких же результатов, а может быть и больше, чем я. У Шукура Кулиева все впереди. Теперь будем следить за его успехами в спорте. Возможно, в будущем его ждут громкие победы в кикбоксинге. Альбина Ламкова, Олег Малхожев, Вести Корчаева, Чекесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Спаская, бедная Лиза», часть 1. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!